В столице многодетная семья вынуждена жить в гараже. Дети растут в холоде и сырости. Во время дождя крыша протекает. Глава семьи не оставляет попытки арендовать нормальную квартиру. Но пока безуспешно. Домовладельцы не хотят сдавать жилплощадь семье с девятью детьми. Динара Абдирова навестила семью. Вместо ванны душ на улице, вместо квартиры гараж. Именно в таких условиях живет семья Иркин-Чаевых вместе с девятью детьми. Здесь сыро круглый год, а из-за сквозняков постоянно болеют малыши. Родители со страхом ждут зиму. В непогоду жить здесь еще тяжелее. В двух небольших комнатах холодно и сыро. Спасает вот такая печь. К слову, семья Тажгуль пыталась найти в столице просторную и комфортную квартиру. Арендодаторы отказывают. Причина у вас много. Дожди оставляют след на стенах, а хозяева не успевают их забеливать. Решить жилищную проблему полностью не удается. После дождя по этой стене течет дождевая вода. Намучились и в прошлом году. Пришлось всю крышу закрыть полиэтиленовой пленкой. Пока помогает. Кроме протекающей крыши у семьи ежедневно возникают и другие проблемы. Самое актуальное на сегодня – с питьевой водой. Берем воду из дома. С улицы не приносим. Дома установлена переноска для воды. Но здесь есть проблема. Если вот так вот не подвязывать марли, то эти камни попадут в воду, которую пьют дети. Постоянно чистим и разливаем по бутылкам. Так и живем. Семья дважды пыталась встать в очередь на получение жилья от государства. Три года назад Аркенчаевым отказали. Выяснилось, на главу семейства зарегистрирована квартира. Но только формально. Принадлежит она родственникам. Документы изменили. Но теперь по закону придется выждать целых пять лет, чтобы семью включили в очередь на жилье. И еще несколько лет придется мечтать о долгожданном новоселье. Динара Абдирова, Нургалим Амурбаев, Хабар, 24.